здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня мы с вами проведем еще одно занятие занятие которое я вам обещала за ваши комментарии за ваши лайки я вижу что мои постоянные подписчики активно поучаствовали в этом поэтому я решила для вас сделать это занятие занятие из серии большого ну скажем так у меня она называется мини обучение но состоит из 15 занятий по жестам а значит это занятие у меня есть мини обучение эмоции есть вот сейчас уже мини обучение жесты это такое обучение где сначала я даю теорию а потом я даю очень много практики из того что у меня сейчас уже накопилось у меня на канале более 500 видео почти 600 видео где я делала разборы и вот из этих разборов я выбрала самые интересные моменты по темам эмоции жесты да и вот это все я включила в это обучение поэтому они такие большие объемные но их можно просто фоном смотреть и запоминать это знаете вот когда ты просто смотришь и просто это все откладывается на бессознательном уровне потому что вот эти все примеры это примеры из жизни это не то что я там нарисовала схемы и как-то вам объяснила да я сначала на схемах вам объясняю а потом вы на примерах из обычной жизни не из кино как у меня в обучении физиогномикой там в основном фрагменты из художественных фильмов но здесь я прям взяла фрагменты из интервью которые я разбирала сделала примерами вот прям эти моменты поэтому это будет очень интересно присоединяйтесь эти обучения у меня всего по 990 рублей и в общем то ну я считаю что они намного больше стоят потому что там реально собрано все ну вот самое главное по темам да ну ладно извините что я немножко отвлеклась пока вы собирались вот две минуты я отвлекла на это но давайте приступим все таки к занятию а и так вот эту схему вы наверняка у меня уже видели неоднократно и в книге в моей читай лица она тоже есть и здесь у нас зона лба в основном до сконцентрированной и как вы видите что она разделена на определенные категории и по физиогномики а там тоже много информации я даю вот на обучении но здесь речь идет о том что когда жесты касаются вот этих мест да когда рука тянется к этим местам это все не просто так когда вот ничего человека не беспокоит он берет и рукой притрагивается к определенному месту и это значит что это место сигнализирует зовет руку можно сказать да и почему это происходит да потому что человек говорит об определенных вещах ну например самое простое если человек говорит о своих успехах а сам либо тут начинает массировать либо как-то вот знаете вот бывает так что прям вот 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 так вот на кулак опирается и вот этой частью на самом деле конечно вот вот это место это зона меркурия это довольно интересное место дело в том что вот здесь энергия должна проходить да и не задерживаться и когда здесь формируются морщинки то это говорит о том что энергии тяжело проходить а когда формируются морщинки когда человек много думает когда у него много проблем то есть в зоне меркурия вообще концентрируется вся энергия которая проходит из космоса да вот она здесь собирается и проходит и здесь если что-то плохо да если это требует внимания у человека то это значит что здесь энергия не проходит значит у человека есть проблемы и вот это место ну скажем так хорошо когда она гладенькая широкая и так далее но если человек это по физиогномики но если вот что касается жестов человек говорит о своих успехах и начинает вот это место трогать то знаете или хмурится например знаете что не так все хорошо на самом деле у человека полно проблем и об этом говорит его бессознательная часть а дальше но далеко не будем уходить поднимемся чуть выше и вот здесь вот в центре лба а у нас находится зона эго и знаете у людей которые ну сильно озабочены своим эго у них и морщинки даже здесь образуются то есть ну вот для человека важно вот знаете морщинки могут образовываться там с одной стороны с двух сторон по всей по всей ну вот по всей ширине лба могут образоваться морщинки а бывает так что морщинки вот прям концентрируется в самом центре я сразу знаю что передо мной человек очень не амбициозный а человек который стремится показать именно себя именно свое эго ему очень важно в любом вопросе показать какой я красавчик вот это для него больная тема и вот как правило когда человек зачем-то гоняется это от него ускользает вы наверняка замечали и как правило такие люди как раз обделены признанием но бывает по разному бывает по разному но если здесь формируются морщинки то я вам уже пошла физиогномику говорить а все таки вот у людей я замечала кстати еще у людей у которых очень сильное эго здесь прям выпуклость образуется это это удивительно но это прям реально но самое главное если человек вот сюда начинает трогать вот здесь не здесь а здесь то это значит что эта тема касается его эго а когда человек думает он может трогать либо здесь на сборке это по бокам либо к вискам виски это наша оперативная память это библиотека в которой мы находим нужную информацию это прям технически да вот сразу под рукой если нужно чуть поглубже залезть в информацию и что-то собрать какой-то пазл да не не вот просто информацию в книге вычитать да не просто в библиотеку залезть или загуглить какой-то вопрос и получить ответ а именно собрать вот воедино вот эти вещи до которые ты вы там допустим собрали ну где-то узнали да и вот это все как свое айкью применить да вот здесь уже идет сборка вот эта сборка информации и как правило у людей технического склада ума у них вот это не вот эти места выпуклые обратите внимание это физиогномика конечно но знаете часто у меня так ну вот раньше я еще увлекалась такими вещами там в группе у себя в вконтакте проводила такие разборы и вот парень один спрашивает говорит а чем я занимаюсь и говорю ну скорее всего какими-то компьютерными или техническими вещами у него прям вот эти места прям выпуклые были но это было даже видно по фотографии он говорит откуда вы знаете потому что реально вот человек который не просто собирает информацию да вот это просто интеллект что мы знаем да а вот это уже способность этот интеллект преобразовать во что-то новое да собрать какой-то пазлик и из этого выдать какой-то новый продукт да ну и макушка это уже просто знаете высшая степень паники но это уже мы не будем это связь с космосом когда у человека вот все прям совсем все плохо он хватается за голову вот так вот но об этом мы не будем говорить это прям совсем из темы каких-то панических реакций да значит там ну эту схему вы наверняка уже если вы со мной давно вы уже ее знаете и используете но вот эту схему я нарисовала буквально недавно для этого курса а для того чтобы обозначить некоторые вещи которые я давным давно в своих разборах использую просто не было случая собрать это все воедино вот этот курс как раз и есть сбор всего что у меня есть на сегодняшний день для того чтобы вот прям даже для себя поставить ну как-то все это структурировать чтобы и для себя понимать что ну как бы с чем мы работаем ну по теме жестов например да ну и здесь у нас что на что стоит обратить внимание ну начнем сверху до глаза глаза это зрительный контакт да и когда человек не хочет общаться с какой-то информации или наоборот хочет он либо открывает либо закрывает глаза да если не хочет закрывает если хочет открывает как известно например влюбленные люди друг на друга смотрят о до 80 процентов времени то есть если вы хотите в себя влюбить кстати человека то смотрите на него влюблен хорошо широко раскрытыми глазами как можно больше и он считает что вы в него влюбились и соответственно бессознательно он тоже вас ну к вам будет испытывать симпатию поэтому это одна из фишек которую используем на способах влияния до на способах соблазнить мужчин и так далее а ну это это отдельный курс не буду сейчас о нем говорить но когда у человека например проблемы или когда он видит перед собой что-то что ему не хочется видеть что ему не нравится он закрывает глаза либо начинает чаще моргать а ну то есть глазам требуется больше промаргивания когда человек волнуется да когда он волнуется когда он видит то чего ему не хочется видеть правильно соответственно смотрим насколько у человека открыты во первых глаза во вторых насколько часто он моргает но если уж совсем он начинает закрывать глаза то это уже все он устал от общения ну вот с кем-то но это прям вообще высшая степень усталости а дальше ну раз мы глаза начали то вот здесь у нас область под глазами а дело в том что здесь бывает вот напрягается до напрягается нижняя века и это нам сигнализировать сигнализирует о некоторых вещах а во первых часто так напрягают люди напрягают нижний нижняя века люди с плохим зрением и это понятно да потому что они хотят присмотреться вот это вот все это ну как бы вот этот вариант мы учитываем да но часто вот такая ну вот такой прищур вот когда у человека постоянно такой прищур у людей которые не доверяют всему окружающему да они как бы хотят присмотреться найти изъян найти к чему придраться но они тоже придраться просто хорошо рассмотреть и больше иметь возможности не знаю там если речь идет о цене там сбавить цену например да ну то есть с одной стороны он как он осторожен он хочет больше информации получить но с другой стороны общение с ним надо проводить точно так же как ну то есть он присматривается и вы внимательно присматриваетесь к такому человеку и когда человека при общении с вами начинает вот так присматриваться и ему не надо при этом ну смотреть вдаль что-то видеть он общаясь с вами начинает прищуриваться это значит что он вам дает понять это даже вот прям такой сигнал того что я тебе не доверяют то есть вот вот такое вот что то да но в общем то смотрите это скорее все таки из темы физиогномики потому что ну вот у многих людей есть такая привычка прям прищуриваться я знаю таких людей с ними ну вот как-то бессознательно довольно сложно общаться потому что ты чувствуешь что он тебе он тебе вот сразу вот не верит он ты с ним общаешься как бы все правильно все норму нормально ты ничего не скрываешь но он заранее с таким вот как сразу делит как бы твои слова на двое чтобы потом ну они как правило осторожные такие то можно назвать осторожные неподозрительно осторожны и да ну в общем смотрите сами кстати если у вас есть в окружении такие люди напишите мне в комментарии как это вообще как с ними общаться вы испытываете при этом вот какую-то тревогу вот я например вот у меня что-то внутри ну вот как-то такой барьер с такими людьми общаться даже если они позитивно настроены вроде бы но когда вот этот прищур для меня это показатели ну какой-то бессознательный скорее нежели прям вот так вот а дальше спускаемся дальше щеки щеки это это место которое ну кто полнел тот знает как правило как только мы начинаем набирать лишний вес вот щечки начинают расширяться наши личико расползается и соответственно мы становимся шире что это такое а вообще набор веса это вообще тело а почему она набирает лишний вес до тела просто запасает питательные вещества на случай голодовки вот когда мы много едим тело она на всякий случай да лучше я отложу немножко чтобы потом не голодать и поэтому она откладывает жир в разных местах в том числе в щеках а и щеки как раз это тот показатель то лакмусовая бумажка в каком состоянии у нас запасы до запасы организма но на жир можно смотреть не как на лишнюю сумку которую мы носим как я буквально недавно в этом в эфире про вес рассказывала да что мы носим на себе там 20 или 30 килограмм лишний сумку по сути да можно смотреть как на запасы до в случае голодовки возможно что люди с лишним весом дольше проживут хотя тоже не факт потому что там где лишний вес там и разные заболевания но тем не менее все-таки организм он настроен на то чтобы в случае голодовки выжить чтобы был запас жира и он откладывает этот жир в разных местах а вот щеках это вот как раз так убышка куда тоже в том числе откладывается и так как мы сейчас говорим о лице то щеки это как раз вот то место по которому мы определяем насколько человек ну скажем так он он бессознательно вообще если тему жира затрагивать то ну как правило полнеют люди не потому что они хотят пополнить да вот на уровне сознания не хотят иметь стройное тело но бессознательно их тело настроено на то чтобы ну вот как-то накапливать какой-то запас да и поэтому тело накапливает то есть бессознательном вот если психологически в тему полноты внедряться то любой психолог может это объяснить и с точки зрения заедания стрессов и с точки зрения там разных разных проблем да когда там страхи как правило страхи приводят к лишнему весу да ну а страхи что это вот страх умереть от голода это тоже страх да и поэтому на тело ну вот так вот реагирует на наши страхи на разные страхи но вот если излечить вот эту проблему то можно и избавиться от лишнего веса я к чему это говорю вот щеки это запас почему запас потому что человеку страшно страшно остаться без запаса да и поэтому вот щечки они про это то есть щечки про то что вот надо там допустим коммуникация какая-то проходит а что я с этого смогу положить в запас до что какой из этого будет дивиденд из этого общения да и вот когда щечки хорошо наполнены то это значит что запас есть да если щечки не наполнены но фишка тут как раз в другом при общении мы бессознательно как раз вот и обращаемся к этому месту то есть вот это место она как раз и есть про запасы да и что мы с этого будем иметь когда речь идет о том что мы будем иметь или речи не идет но мы хотим чтобы нам объяснили что мы с этого будем иметь у нас рука сама по себе тянется сюда или мы опираемся вот так вот то есть это в том случае если мы не видим никакой перспективы что мы с этого поимеем какие питательные вещества окажутся в наших щечках ну то есть мы не видим перспектив поэтому мы вот так устало кладем на кулачок свою щечку и но практически засыпаем ну то есть энтузиазма ноль потому что никаких поступлений в щечку не предвидится да причем это не обязательно там про деньги про питание это про энергию например про но какие-то бонусы да это неважно про что но бонусы которые мы получаем мы их как правило собираем сначала в щечках а потом распределяем уже в разные места поэтому не надо иметь для этого большие щечки но если мы при общении рука потянулась к щеке то это значит что наше бессознательное говорит слушай ну давай закругляться с этим разговором как бы я не вижу перспектив либо мы уже все обсудили да что надо ну давай не будем дальше тратить времени потому что ну как бы вот закон энергии да ты вкладываешь свое время в то что должно приносить тебе какой-то дивиденд поэтому вот щечки это про это надо слишком долго я рассуждала про щечки а теперь дальше а нос нос это очень интересное место на лице а ну она конечно же отвечает за информацию за поиск информации с помощью носа мы определяем хотим мы находиться в этом месте не хотим находиться да то есть через нос мы получаем самую тонкую информацию самую нужную на котором на основе которой мы принимаем решение причем это неосознанно происходит мы просто общаясь с человеком мы чувствуем его запах и думаем о я хочу с ним дальше общаться и поэтому мы выбираем этого человека это это не осознанный процесс но это самый точный процесс как правило и поэтому ну как бы нос это очень важная ну вот информационная часть и жесты касательно носа отвечают за информационную часть то есть вот то если нам нужна информация если мы хотим спрятать информацию то мы конечно же будем касаться носа определенным образом да а если мы будем закрывать нос то значит мы прячем информации или мы не хотим получать новую информацию да ну то есть вот такие вот вещи либо если мы начинаем почесывать значит нам какую-то информацию еще надо получить до на либо может быть какую-то информацию стоит при приберечь то есть не всю а какую-то маленькую часть если это вот прям такое почесывание ну то есть это касаемо и опять вот у меня кстати я но нос зачесался вот прям кондиционер дует под кондиционером наснимаю видео а потом опять температура будет а да а значит носик он у нас как раз про это добра информацию и про скрытую информацию а да но ноздри это уже ну скажем так нос это вот 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 эта часть а ноздри это чуть-чуть еще добавляется знаете энергии потому что что такое ноздри это ну вообще вот вот эти вот отверстия через них поступает воздух а воздух как известно это очень важная вещь для нашей жизнедеятельности но мы проживем без воздуха я не знаю кто сколько но не более пяти минут до в то время как без еды мы можем там какое-то время продержаться до без воды можем продержаться но без воздуха мы не продержимся и пяти минут поэтому это ну воздух это жизнь да и когда мы закрываем ноздри мы как бы перекрываем вместе с информацией себе темперамент жизнь это темперамент да это активность насколько широкие ноздри настолько активен человек да вот тем больше он может воздуха в себя вобрать да и вот этим воздухом он может распоряжаться и но как правило у людей темпераментных и таких активных у них расширяются ноздри потому что у них необходимость воздухе больше ну например простой пример если вам пробежаться дата воздуха выпотреблять начинаете больше да и организм начинает быстрее работать да то есть вот вообще кто бегает те знают когда ну вот бегаешь мозг начинает лучше работать почему потому что мозг поступает больше кислорода вот это ну быстрее происходит метаболизм и соответственно получается более активно все да дальше значит ноздри у нас темперамент сокрытие информации нежелание получать новую информацию это вот если закрывается а теперь ниже спускаемся вот это место интересное это носогубка это вот это место у нас отвечает за такие более она это как бы центр лица считается и вот это место у нас такие базисные вещи то есть вот здесь у нас как бы ну все все вокруг этого собрано да вот вот вокруг этого места она как бы вот знаете такое можно сказать главное хоть она и спрятана под носом но она довольно важное место на нашем лице и отвечает как раз за выживаемость за стабильность и за знаете вот выжима выживаемости стабильность и про отвечает за будущее то есть информация на будущее насколько мы вот нацелены на будущее если речь идет о чем-то таком что нам позволяет как-то смелей видеть будущее или какой-то разговоре мы услышали что то что нам в будущем будет интересно то часто люди тянутся вот в этом место и чешет и обдумывают как раз вот обдумывание вот здесь вот когда чешешь ты как бы думаешь думаешь на будущее что это тебе даст в будущем то есть вот это базисная такая штука которая нацелена на не на ну там допустим не на здесь и сейчас вот получить информацию до положить кубышку она то что дальше будет работать вот на перспективу то есть это ну вот и здесь это бывает в комплексе вот с этим да но здесь больше такая активная фаза до активная фаза получение информации сюда приходит вся информация а та информация которая касается далекого будущего она вот здесь поэтому если человек начинает вот это место чесать то это значит он задумался о будущем и ему это интересно ну там при общении с вами например девчонки если мужчина вот так начинает делать то он думает о будущем да вот такая история дальше так по челюсти но челюсть это вообще просто чуть ли не в каждом разборе да в каждом самая такая лакмусовая бумажка состояние человека потому что челюсть это драка челюсть это то что идет вперед да то что то чем мы деремся это наши кулаки которые находятся на лице и а то насколько мы готовы драться мы готовы драться в том случае если мы знаем что мы правы вообще вот в драке знаете побеждает не тот кто сильнее а тот кто больше уверен в себе да кто больше замотивирован кто больше злой а почему он злой потому что он знает что он прав да то есть вот побеждает тот кто больше злой на самом деле нежели ну бывает так что просто вот человек когда реально его достали уже до такой степени он готов даже более сильного противника победить нежели сильный противник который понимает что он не до конца прав но и соответственно челюсть она у нас про это самое да про настроение про то насколько человек уверен что он от что он прав да и соответственно ну вот вот это вот по челюсти мы смотрим состояние да ну во первых по положению челюсти сразу понятно насколько человек уверен в себе да это я на каждом обзоре своем замечаю потому что это самое простое та самая вот заметная как человек вот когда он начинает где-то смущаться до где-то чувствует свою не совсем правоту у него челюсть автоматически опускается ему сложно держать челюсть высоко когда он не прав и наоборот когда человек прав уверен и готов отстаивать свою точку зрения в любых местах да но у него челюсть идет вперед она и он челюстью активно водит да ну то есть вот вот это вот прям лакмусовая бумажка того насколько человек уверен в том что он говорит а значит это у нас драка активные действия готовность наступать и в общем то когда а если еще и человек начинает притрагиваться к челюсти то все это значит что он готов драться конкретно и уже без промедления и они не вздумайте вот с таким человеком спорить напрямую с ним надо очень хитро и обтекаемо разговаривать потому что вот если у него челюсть вперед он еще и вводит ею или там как-то почесывает данную он он вот любое что ему не понравится может вызвать в нем агрессию да еще чем касаемо челюсти скрываемая агрессия может быть например человек опущена у него опущена челюсть но он ей водит или как-то ну или или вперед водит но вот это тоже мы часто в разборах замечаем что человек как бы не спорит но челюсть у него начинает ходить то есть получается челюсть хочет драться но есть определенные обстоятельства которые не позволят ей драться и соответственно челюсть сидит что называется на попе ровно да но все-таки сложно удерживать эмоции поэтому эмоции вот таким образом проявляются но как правило это негативные эмоции да ну и чаще всего это скрываемая агрессия когда человек вот именно так делает а дальше подбородок это передовая часть челюсти это то место которое отвечает но почему вот за разговор она ну отвечает за разговор потому что но как правило мы деремся не напрямую мы не кулаками деремся мы деремся с помощью речи да у нас вот мы люди культурные мы ушли уже от первобытных людей поэтому соответственно мы вот для нас вот это кулаки да и соответственно все жесты касаемо вот челюсти то этот касается как раз разговора как правило да это желание сказать что-то или какие-то аргументы которые хочу спрятать которые пока них не готов открывать да они у меня есть аргументы но я как бы сейчас в этой в этой ситуации не готов их говорить да ну соответственно вот это все что касается вот именно конкретного наступления а ну и губы это желание попробовать на вкус ситуацию это когда вкусненько когда хочется прощупать да но это когда конфетку но вообще касаемо конфетки так это у нас вот как раз уголки рта вы помните да я вам давала эту информацию когда мой рот на бесплатном занятии я вам рассказывала я вам очень подробно это рассказывала поэтому сейчас даже не буду повторять ну а просто когда для тех кто не смотрел два слова буквально уголки рта это про то чтобы расширить наши хотелки да ну рот это то через что он к нам поступает еда да то есть когда человек видит что-то вкусное для себя он хочет это но предположим пока не может взять и вот у него задействуются уголки рта он каким-то образом либо оближет уголок рта либо вот как-то вот так вот сделает то есть прочистит уголок рта но таким образом он бессознательно как бы расширяет свой рот чтобы эта конфетка обязательно в этот ротик вошла да но он может обдумывает как это получить и тем сам тем временем вот уголочки рта он ну вот помните когда вот так вот я показывала в художественном фильме надо вот вот эти вот вещи это про то что я вижу конфетку я очень хочу эту конфетку а да ой целых полчаса я вам это рассказывала но эта схема стоит того чтобы ее так подробно разобрать потому что ну давайте теперь смотреть уже теорию мы получили теперь я вам дам немножко практики все все занятия я вам здесь не буду давать потому что это слишком долго но еще минуточек сколько там мы с вами позанимаемся на примерах давайте смотреть мы находимся в прекрасном месте и в ужасном одновременно прекрасным потому что место силы для любого киевлянина на центр стараюсь до ужасно и потому что отвратительные эти удар область строк смотрите как челюстью водит видите вот наблюдайте за его челюсти башни это как к этому отнестись на самом деле видите облизывает губы сначала да то есть прощупывание ситуации но вот губы это не всегда про конфетку это вот в таких ситуациях вот в данном случае речь как раз идет о том чтобы прощупать ситуацию и смотрите после того как он ее прощупал сведения получил неутешительные почему я это считаю потому что челюсть пошла назад и пошла на вот он ее не поднимает а он начинает ей водить в разные стороны то есть это скрываемая негативная эмоция как правило это агрессия часто это предшествует какой-то драки например когда человек сначала облизывает губы да потом дальше смотрит по ситуации могу ли я здесь подраться да и вот в этот в это время челюсть просится драться но пока еще нет это я уже прям такие вот примеры ну это может быть драка касаемо или какого-то разговора или непосредственно драки вот почему бы и нет ну или каких-то способов отстаивания своих интересов ну то есть вот это происходит вот такое вот замешательство во время которого тело хочет драться да то и тело агрессирует и соответственно вот смотрите и при этом смотрите напряженная нижняя века то есть присматриваюсь челюсть прячу потом выдвигаю видите как много жеста вот как много лицо говорит вот этой скрываемой агрессии да вот подозрительность вот про то что я говорила да напряженная нижняя века он как бы что-то присматривает но на самом деле это как раз вот присматривается к этой ситуации да да а потом так челюсть опустил все таки нет сейчас мы драться не будем включил улыбочку отступил ну то есть оценил ситуацию перегорел и дальше с напряженным кстати нижним веком вот эта улыбочка но напряженная злое нижняя века отступил да но вот это вот напряжение осталось видите это вот если с вами так разговаривают очень опасайтесь этого вот в жизни это очень опасно если человек который может причинить вам вред с вами так разговаривает вот возможно он просто ждет удобного момента для того чтобы напасть на вас вот это очень опасные вот и вот эта вся комбинация очень опасная по его лицу поэтому имейте это в виду то есть вот прям все 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 собрано воедино и ну в данном случае он просто не может ну неуместно проявить свою агрессию но в нем этой агрессии очень много мы понимаем почему здесь я ни в коем случае не не даю никаких оценок я даю вот именно оценки тому что в жизни если вы такое встречаете то это значит что как-то надо сглаживать эту ситуацию если это входит ваши планы или уходите от коммуникации потому что ни к чему хорошему не приведет если вы общаетесь а с вами вот так вот говорят да но здесь конечно речь идет о другой ситуации да и вот тот с кем он общается этаж не в отношении этого человека да это агрессия но здесь прям очень много агрессии а так ну вот давайте дальше я потерял 9 миллиардов видите правую руку поддерживает левой и этим всем закрывает подбородок то есть фильтрует информацию а смотрите правая рука поддерживается левой ну то есть очень сильно старается фильтровать информацию ну и понятно почему потому что в предыдущем интервью он столько наговорил что ополчил против себя всех кого можно бросил их мне почти я посчитал что правильным умереть с хорошей кармой потому что ну мы все умрем хочется умереть достойно и чтоб тебя в семья вспоминала и дети тобой гордились а если наш папа секунд для язык жопа засунул да мне было страшно но я это сделал видите рот закрывает ну то есть это уже конкретно если подбородок закрывает он просто фильтрует информацию а рот закрывает это прям конкретно не не хочу говорить да и челюсть опустил при этом то есть подавлен очень сильно дальше очень хорошо максимка ты скотина на аллее ангелов стоял ты скотина по этой улице разбомбленной ездил перед тем как оскорблять страну вы чего во всем разобрались вы все знаете но тогда не отказывайте нам с вами также процессы доказательства что ребята мы делом там за него вот я же уверен что мы за него я просто конкретно очень много знаю еще и в общем знаю что они реально нацисты когда говорят а у нас киеве нет нацистов то нет ребят вы не уничтожили этот нацизм следовательно вы нацист вопрос не в том что вы шухевича переименовываете улицу освободитель маршал советская дело в том что вы с этим играетесь вот где заковыкали это знаешь чтобы вырезать гнойник ты должен делать разрез даже раздвинуть ты ты должен очистить вырезать это больно мерзкий не хочу его даже разбирать надо его убрать из этого на и не хочу да лучше следующих кого-нибудь смотреть а простите да не так много есть есть песня где мои прям до куплет и куплет это чаще всего лирика да все как раз таки другие песни там все на вокале на дальше идет спотыкается отвращение отклоняется и партиях которые челюсть опускается вот видите опускает ниже я же тоже придумывал это видите но я же придумывала и челюсть вверх то есть видите как иллюстрирует челюстью то что говорит да вот то где она не не совсем чувствует свою правоту она опускает через она с трудом подбирает слова да а когда говорит вот про то в чем она на сто процентов уверенно до садится что называется на своего конька то там она поднимает через я придумала это не для того чтобы каждый из нас пела теперь это отдельно это придумываете и демонстрация челюсти то есть это моя сила но для дуэта которым я болела в которой я верила и которым я была готова заниматься и в принципе история двухмаш если уж так вернуться опять коллективу это та история которая сломала стереотипы и сейчас вот как вот принято что обычно поп-группы распадаются и потом ни у кого ничего нет а я вот считаю что ну значит мы значит я еще раз сломают стереотипы так следующий пример с юра я хочу просто дешевых закрыть потому что с этим императором и все такое подзаебала этого тема так видите нос информация потом указательный палец про пальцы тоже я в обучение говорю ну в общем указывающий перст до висок висок эта информация которая у нас есть да и вот сейчас он работает 100 информации которая есть и которая ему не нравится судя по всему видите но с другой стороны он там кривится от того что у него там сейчас проблемы да вот ну вот во время съемок интервью он постоянно там закапывал глаза ему очень сложно там что-то со слизистой да поэтому здесь вот это как бы отвращение не совсем надо учитывать но вот эти жесты они как бы учитываются и получается что вот пытается ну вот указующим перстом до ту информацию которая уже есть но вот которую он тогда сказал да он пытается ее сейчас как-то вот поставить на место что мы вот именно поставить на место потому что указующий перст это про сидеть на своем месте давай сразу с императоры начнем давай в прошлом пять лет назад видите как он и кулаком закрывает всю вот эту часть до который отвечает за разговор фильтруй фильтруй и подбородок поджал то есть губы сжал просто челюсть опустил видите ты сказал как много жестов вот прям молчи что путина надо короновать делать императором и это будет классно спустя пять лет когда началась война когда ты выступил против войны когда пошла тема санкции наложения снятия все тебе это вспоминают да ну в общем поняли теперь следующий фрагмент вот я просто в проекте пел более скажем мягко скрываемые эмоции ну видимо что-то там вот возможно он может мог лучше вот вот так вот вот это вот то есть челюстью повел значит без бессознательно или вообще в принципе он считает что он мог бы лучше он мог бы здесь подраться да но он не дрался верно были моменты депрессии конечно даже не то что они были они были то есть и переживал не свалился там я видите как челюсть 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 вместе с эмоциями тут челюсть челюсть ходит вот это вот получается вот эмоции там есть эмоции он сейчас пытается нам не показывать не очень бы хотел вот так вот все вылезать в это личное пространство но на меня очень много тогда свалилась и мать больная из из сыра и мы живем плохо и все как-то все плохо так еще несколько роликов тут просто их целых 37 страниц все естественно мы не осилим в обучении все есть целиком поэтому записывать люди которые все отучились за границей вернулись с этим ощущением что так это все можно изменить просто нужны условия эти условия связаны с лекарствами оборудованием недостроенная клиника стоит в центре видите вот это вот осторожное притрагивание к носу то есть лишней информации не хапнуть лишней информации не ну то есть информация она пытается ее как-то очень аккуратно использовать до чтобы ничего лишнего не сказать а ширки и гниет они думают что фонд существует благодаря государству или там получает какие-то государственные гранты единственная выгода которая была для фонда из-за этого ролика это возможность развивать регионы заканчивающийся нет еще еще два-три года до того как она откроется представлены и рок-музыканты без вообще каких бы то ни было редактур это готовый стендап номер программе остался один раз задается вопрос и сразу мой ответ финальной программе ну вот тут много еще жестов касаемо носа да в общем видите да как это происходит это речь идет об информации один важный как мне кажется аспект связаны с нашей национальной истории вот когда изучаешь историю русской православной церкви а ее изучают сейчас наблюдайте за лицом ну во-первых сидит с выставленным лбом видите как челюстью во-первых подбородок поджал и повел челюстью то есть ему это не нравится поняли да хотя против нас по-настоящему только в семинариях и в академиях а ну да он как раз умничать начал да и этому не понравилось так сейчас еще другие 20 процентов в этой в фосфатной империи принадлежит научному руководителю путина ты с какой-то такой оценкой говоришь про то что он прорыл себе правил как ну и что ты был в кировске то есть норвегия наша швейцария готовы закрывать глаза на какие-то вещи на которые закрывать глаза не стоит и это это не это как бы не это не баг когда ты переезжала и твой папа оплачивал тебе обучение кем он тогда работал тогда он работал в в краснодарском крае он жил тогда в геленджике и управлял сетью небольшой сетью из нескольких гостиниц старых советских которые чуть-чуть переделали сделали получше каждую неделю выступал кто-то очень крутой премьер-министр какой-нибудь страны или бывший премьер-министр великобритании а вот прости например приходит ангелы мерки всячески уклоняться и уклоняться можно главное просто главное просто не брать повестку там была перепалка да действительно баранец назвал жданова и кавишевединово да по-моему они были вдвоем эфира назвал почему-то евреями и они житами и вроде пока так выглядит так что конструкция достаточно устойчивая ну то есть видели да все так теперь еще фрагмент я просто сейчас смотрю и вспоминают ну там схемы были да вот по теме и я думаю что вы все видели первый раз во второй раз я уже приехала встречалась с аманом тулеевым вот она зона меркурия про то что я вам говорила и глаза закрывает кстати еще и закрывает глаза то есть вот это этот жест он обычно в комплексе с закрыванием глаз идет то есть зона меркурия проблема и закрыла глаза проблема то есть дважды дала сигнал проблемы прям проблема проблем плен я тебя заранее так не любил ты мне вот так надоело потому что у нас было какое-то совещание и сергей якул жигеточ привез кассетку сейчас послушаю мы пять часов твой концерт смотрели так по времени так ну хорошо давайте еще один фрагмент поставлю и на этом из украины бегут от войны видите наклоняет голову мы бежим вот той же самой войны не хотя ну то есть мы не хотим быть соучастниками выставляет лоб кстати я забыла сказать что когда человек вот это же касается лица действительно когда человек выставляет лоб то он саботирует он как бы не аргументами вот аргументами это челюстью до когда человек дерется а когда человек не дерется но он будет стоять на своих аргументах да вот эти аргументы не не для драки а для того чтобы вот просто выстоять да вот я я я думаю что я прав но я никому не буду доказывать свою правоту вот я вот так считаю вот тогда он в этом случае выставляет лоб либо когда он просто не согласен но у него нет возможности драться или а неуместно драться да просто вот вот форму саботажа выставляют выставленным лбом то есть я буду все равно стоять на своем да вы можете мне там сколько угодно распинаться да в том что вы правы но я считаю что я правы я буду стоять на своем вот так вот лоб это саботирование саботирование челюсть это драка видится и смотрите и в конце через все-таки пошла вперед то есть я я так считаю я не хочу никого убеждать в обратном да ну потом в конце он через повел вперед и ну то есть полюбой наклонил голову а наклонил голову это жест того что полюбуйтесь то есть наклоняет голову для того чтобы получше присмотреться да вот или полюбоваться чем-то и вот в данном случае вот комбинация жестов получается наклоняет голову и челюсть вперед но полюбуйтесь эти аргументы разве не рабочие для вас то есть он очень мягко свои аргументы он не просто драться начал да а он сначала сказал что вот для меня лично все понятно и при этом он выставлял лоб да я буду на этом стоять но послушайте мои аргументы возможно вам они покажутся заметными и вот в конце вот это вот ну как вы считаете он как бы призывает к диалогу своими ну вот своим жестом он не дерется за свою точку зрения а он вот получается что это ну вот и он для себя решил он будет на этом стоять но вы можете ну вот использовать его аргументы и принять его точку зрения а можете не использовать вы это на ваше усмотрение как бы говорят его жест я предатель не они кто распиздил блять страну кто сейчас убивают украинцев и русских это я предатель а они герои это они проебали все нахуй никакого производства ничего нет ничего я пред видите при этом закрывает глаза и это как раз и есть вот зрительный контакт выключает да то есть ну ничего да вот и закрывает глаза ему настолько это ну то есть не хочется на это смотреть не хочется это замечательно он это проговаривает да датель они видите ли мы сейчас мы восстановим страну да восстанавливать страну после вас нужно это вы все похерили это вы все уничтожили и вы сейчас говорите мы сейчас восстановим страну ну это даже это глупо это звучит глупо я сейчас пойду не знаю там подерусь с кем-то и скажу пойдем тебя и сейчас я тебя вылечу ну да логично до этого мудака смотреть не хочу да а поэтому на этом наверное сейчас лица другие лучше на этом я буду закругляться с этим занятием вообще приходите на это обучение она все в записи а значит 990 рублей единственное что если у вас почта на gmail то автоматическая рассылка после оплаты к вам может не прийти там вот как как-то у них настроен этот почтовый ящик по-дурацки что от меня рассылки вот эти не рассылки даже а письма оповещения которые автоматически приходят после оплаты они не доходят на ящики gmail я не знаю что с этим делать может быть мне кто-то может помочь подскажите пожалуйста если вы в теме но вот получается если у вас gmail вы оплатили или или вообще в принципе вы не видите от меня письма она приходит сразу автоматически после оплаты если вы оплатили но ничего не пришло сначала проверьте все папки не обязательно это спам все папки какие у вас есть на почте если нигде нет письма от меня то пишите мне на почту светлана тире тире 2009 собака mail.ru я всегда отвечаю единственное что могу не сразу ответить но в течение суток я как правило отвечаю на все письма поэтому и кстати почесала но у меня просто волосы кондиционер дует и волосы вот одна волосина начинает чесать лицо и вот вот что делать да значит там если какие-то сложности после оплаты ни в коем случае не пугайтесь пишите мне еще раз напоминаю мою почту светлана тире тире 2009 собака mail.ru вот это моя личная почта на которой я всегда отвечаю на письма и в общем пишите я вам обязательно отвечу да в общем под видео я помещу ссылочку на этот курс жесты есть еще курс эмоции тоже в таком же формате сначала теория потом много много практики тоже интересно все ну в общем присоединяйтесь я на этот раз с вами прощаюсь не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео насколько вам понравилось значит ну в общем обучение на этом в общем приходите на полное обучение вот так вот все я желаю вам всего самого хорошего пока пока